То, что приготовлено в течение двух недель путешествий по Приморью, Японии, Восточной, Центральной и Западной Сибири, мы не зря назвали созвучно знаменитому фильму. В процессе просмотра вы увидите и ложь и правду, и приятные, и не очень, и сложные, и простое. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно, но иногда ситуация доходит до абсурда. А мы постараемся все расставить по полочкам и детально рассказать об особенностях покупки авто японского производства и последующего перегона. И вот она, мечта детства, сбывшаяся, кстати. Я всю жизнь хотел побывать во Владивостоке, а чуть позже мы ее пересечем. Нашу ненаглядную страну от Владивостока до Магнитогорска. Для чего мы сюда приехали? Ну, для того, чтобы показать, какие машины можно покупать здесь. И сколько мы денег потратили? Это все очень просто. Один билет с Уфы до Сюдова стоит 15 тысяч рублей. Ну, плюс деньги на такси, плюс 3 часа ходу, соответственно, до Уфы. Плюс 3 часа ожидания, плюс 7 часов лету. А, и огромный минус. Это отсутствие полноценного питания. Ну, видать, такие экономические рейсы. За эту сумму, кстати, можно было бы отдохнуть две недельки в Анталии. Если вы все-таки научились считать деньги, то приезжайте в Тайама Авто. Вместе с ней мы, кстати, приехали сюда. И спокойно приобретайте автомобили. Если же нет, ну, попытайтесь счастья во Владивостоке. Нас же что удивило? Ну, меня. Мне говорили, что, Леш, ты не найдешь здесь машин в левом руле. И действительно, их очень мало. Видел я одну шестерку и один Лексус, кстати, с московскими транзитными номерами. Идея создания данного фильма давно витала в наших умах. Но воплотилась она в жизнь благодаря элементарной человеческой злости. Создателей автостопа. На постоянно мелькающие на телевизионных экранах лица псевдоавтоспециалистов. И руководство фирмы Тайама Авто. На беззастенчивую, навязчивую рекламу. Псевдо прямого доступа на аукционы различных фирм города. И так, репутация задета. Осталось доказать, совершить поступок. О котором, забегая вперед, честно говоря, пришлось слегонцухи пожалеть. В России поиски правды всегда сопряжены с определенными сложностями. Но чтоб с такими, не догадывался честно. Если б это была спланированная пиар-акция, это одно. По-привычному прилететь на все готовое на самолете. Получить солидные командировочные. Зная о не менее привычном гонораре. Минимум в 300 тысяч рублей. Совместить приятное с полезным. И улететь обратно. Вот будни стрингера-профессионала. А мы ими и являемся. Но в исключительном случае. Не желая нагружать дружесканную фирму, решено было поступить по-мужски. Стоило ли это делать, решать в конечном итоге вам. Мы же начали с приятного. Посещение Владивостока. И первое истинное, и первое утверждение от автостопа. Правую роль не запретят никогда. Невозможно десятки миллионов граждан России заставить пересесть правого руля. Никакими идиотскими законами. Ибо в случае с Приморьем, Хабаровским краем, Восточной и Центральной Сибирью, можно запросто пойти на три знаменитые буквы. Катались разумные граждане на японцах и будут кататься. И изменить существо дальневосточной жизни невозможно. Ну а те, кто для себя решил ездить на машинах страны восходящего солнца в Магнитогорске, должны для себя решить, у кого автомобили приобретать. И какие машины вы хотите приобрести. И отсюда по порядку. Есть место, которое не минует ни один покемонский пепелац. Это таможенный терминал Владивостокского порта. А вот это уже из разряда фантастики. Сюда нас бы не пустили. Но автостоп имеет свои прочные связи. И прежде всего стоямые авто. Потому что у человека есть опыт работы. И опыт общения с пограничниками. И соответственно, нас отпустили в зону таможенного контроля. И вы только что видели. А я еще покажу. Какие здесь интересные машинки стоят. Те, которые погорели. Те, которые побились. Я очень сильно сомневаюсь, что настоящий спорткар выглядит чуть лучше, чем этот Subaru Forester STI. А что еще интересного? Ну, если вы внимательно на меня смотрите, то сзади вы видите паром Sunrise Panama. Так вот, именно на этом пароме своим ходом и заезжают, и съезжают машины, привезенные Таямой авто. И не подумайте, что нас привезли на Владивостокскую штрафстоянку. Нет, это зона таможенного контроля. А это автомобили из Японии. Да-да. Откровенно идиотская растаможка и желание поиметь максимальный куш заставляют идти на такие вот чудеса на изломанных виражах автомобильного железа. Здесь и знаменитые погорельцы с того самого злополучного парома. И агрегаты, доставленные рыболовными шхуны. Представьте, небольшое судно в стапельной обварке, с завешанной тачками по самые уши. О способе такой доставки вы сможете узнать по замятым порогам свежей точилы типа многострадального полосатого Sky. При виде этой картины возникает вопрос. А откуда в город везут машины в практически идеальном состоянии, если здесь на 80% битье? Вопрос висит в воздухе до поры до времени. И ответ, разумеется, будет найден. Ну а мы проверим, какие автомобили для вас привозит Таяма авто. Вот он, другой склад и другие машины. Совершенно другом, отличном от битья состоянии. Проверим снаружи и внутри. Действительно, все по-честному, без обмана. И по-честному мы уже поможем господину Черкову, организатору и идейному вдохновителю поездки, перегнать этих красавцев на полк отправки. Откуда они, вот такими железнодорожными вагонами, отправятся на встречу с усчастливыми автовладельцами. Мы же посетим место, мимо которого не проходил ни один перегонщик. Это Зеленый угол, известный на всю страну авторынок, с которого начинают российскую жизнь 90% японских автомобилей. Фу, ну и устал же я. Знаете почему? Потому что тот самый Зеленый угол, на котором продаются автомобили в Владивостоке, располагается на вот этих сопках. И за моей спиной автомобильный очередной город. Приморский автомобильный город. И вы знаете, что меня поразило? Ну, пункт А. Вот вчера я сидел, как говорится, и выбирал машины по газетке. Так вот, видел я в продаже ВАЗ. Один ВАЗ на весь Владивосток. Здесь машины, да, отличные, классные японские автомобили. Причем все в идеальном состоянии. Только возникает вопрос, откуда берутся они такие? Мы же были на Владивостокской таможне и видели, и вам показывали, что 80% машин имеют какие-то косяки. Оказывается, все эти автомобили немножко битые, а может быть и сильно битые, потом они сделаны. То есть вы можете сюда приехать и купить. Ну, понятно, что. Непонятно, что. То есть сделанный автомобиль еще проехать, между прочим, почти 9 тысяч километров до Магнитогорска. И по дороге что с вашим автомобилем будет? Ну, это мы вам чуть позже покажем. А теперь еще скажем и о том, что. Конечно, стоимость ремонта и качество выполненных работ меня удивили. Я тоже знаю, собственно говоря. Почему такое получается? Ну, потому что здесь, рядышком Китай. И все это не очень дорого. То есть, допустим, отремонтировать машину в Магнитогорске. Одну деталь, 4-5, может быть до 10 тысяч. Здесь же полторы тысячи. И опять же, вы покупаете кота в мешке. Заниматься подобным расследованием – дело рискованное. Тем более, когда имеешь дело с не совсем честными людьми, работающими по принципу. Пихнуть дурню, а там хоть потоп. Потому как возвращаться за несколько тысяч километров никто не будет. В ваших же возможностях сделать вывод о особенностях чисто владивосточного автобизнеса. Я вам гарантирую, найти те несколько процентов действительно целых, пусть и немного поцарапанных автомобилей, с аукционной оценкой 4-5 баллов вам будет крайне непросто. Тем более, что большинство из них уже уходит на заказ через фирму прямого аукционного доступа типа Таяма Авто. И пока мы выгребались из города на природу по многокилометровой пробке, немного порассуждаем. Справедливости ради скажу. Купить БУ во Владивостоке совершенно не зазорно. Великолепные дороги, отсутствие соли зимой, качественная ремонтная работа китайских мастеров плюс огромный рынок запчастей делают эксплуатацию авто здесь совершенно не напрягающей. Это еще рай для японских авто. Ад будет позже. Так что недорогой космолет в приличном состоянии еще может вам послужить и не год. Купить же тачку в четком соответствии с аукционным листом из Японии гарантированно и проще, и надежнее в фирмах, имеющих прямой аукционный доступ. Но их объективно мало. А в Магнитогорске и подавно. И здесь Таяма авто рулит. Когда мой старший товарищ Андрей Хиловский рассказывал о прелестях Приморья, я не верил. Это действительно прекрасный и прелестный край, в котором я отечественных машин не заметил. Мы даже подумали, что говорят по статистике 93% аварий в Приморском крае совершают машины из Японии. А где они остальные 7% нашли? И еще, сегодня меня немножко удручил вид автомобилей, которые выходят с таможенных терминалов. Мы чуть позже вам их покажем. Очень забавно выглядят вот эти самые воровайки с помятыми машинами. Но потом они становятся, конечно, красивыми и симпатичными. Ну а для себя мы решили прокатиться по всему побережью Тихого океана, ну или Японского моря. И вот рядышком практически находка. Ну тут осталось километров 40. А этот рыбацкий поселок с интересным названием. При, при, при... Подскажи, пожалуйста. А под Епольск. Это почти под Японией. Но, тем не менее, что можно делать в Приморье? Конечно, здесь можно отдыхать. Прекрасно и великолепно. Погода, посмотрите, октябрь месяц, а мы в рубашках. Покупать автомобили? Да, можно. Но, по-моему, стоит сюда приезжать отдыхать. А покупать автомобили в таяме авто. И опять не тени лукавства. Понравилось ли мне в Приморье? Как и любому хронику-бронхитнику, саппликаторнику однозначно. Мягкий и влажный климат, плюс обилие растительности, плюс отсутствие грязно-помойных предприятий типа комбината обеспечивают потрясающе чистый морской воздух. И отдыхать здесь, учитывая невысокие цены, близость к Китаю и Японии, можно на полную катушку. Что откровенно поразило? Видел и город, и пригород. Пригород, пусть и далекий от городского комфорта, но не заброшенный и уговняканный. Здесь живут гораздо счастливее и спокойнее. И магнитки, и московие. А учитывая средний городской заработок, 30 тысяч рублей, понимаешь, откуда столько грязного материала выливалось на головы людей, живущих по своей, а не по московской воле. Со средств массовой информации, еще 5-7 лет назад. Особенность русского характера – завидовать нормально живущим людям. Причем по-черному завидовать. Здесь живут, работают и отрываются. Вот так, по-взрослому. И на взрослых машинках. Ну, приехать вместе с Таямой Авто в Владивосток, в Мекку японского автомобилестроения, российскую Мекку, знаете, такая существует. Здесь отечественных автомобилей я, честно говоря, с трудом вижу. И не побывать на знаменитом пляжу Владивосточном, Шамара. А именно здесь располагается та самая трасса дрэкрейсинга. Для нас было бы грешно. И мы сюда приехали. И вот такие они местные гонки. И вот такие они автомобили, которые я бы назвал Porsche-киллеры. Да-да, это те самые GTR-ы. Мощные и мускулистые. И это те самые ребята, которые не боятся и занимаются автомобильным тюнингом. Вот здесь рейс и руль. Небольшой аэродром, до которого, впав в многокилометровую пробку, добираются гонщики примерно за час. И это никого не смущает. От себя добавлю, что такие аэродромы есть и в Сибае, и в Белорецке. Но лень Магнитогорская. Это лень особого розлива. Здесь же все толком организовано. И здесь никто никому не мешает. Никто не лезет под колеса на протяжении всех 400 метров. Да, есть места культурного правильного отдыха. Любители прокатиться на заряженных тачках. И любители поглазеть на старты серьезных машин. Таких, кстати, здесь немало. Одних только Sky'ев с шильдиком R. В 34-м кузове аж 5 штук. Есть и Сильвии, есть и Субарики. Хотя справедливости ради заметим. Sky'ев вне конкуренции. Вы готовите машины, они у вас получаются. И очень красивые, симпатичные и мощные. Насколько это дорого, реально, насколько дорого заниматься автомобилем? Ну, смотря какие машины покупать. Если покупать такие машины, как вот, например, Subaru или Lancer, они все-таки подешевле. Если брать Skyline, они, конечно, подороже. Ну, и, соответственно, едут побыстрее. Если говорить в финансовую сторону, да, то тут то, сколько, бесконечно можно вкладывать деньги. То есть очень много. Ну, если вот говорить по Sky'еву, нашему, 33-му, я думаю, это не самые бешеные деньги, которые можно потратить. В принципе, 30-35 тысяч долларов. Машина встала, весь сезон откаталась. Как бы, есть, конечно, машины там под 60-70 тысяч долларов, да, а едут, как бы, хуже. Ну, то есть это, как бы, и от людей зависит, и от того, что сколько человек может позволить, как она будет выглядеть, и, как сказать, и сколько трудов было положено, и где ее делали, это в первую очередь. То есть можно сделать здесь это, а можно сделать в Японии. Это же разные деньги, разные затраты. Ну, а пока идет награждение победителей, и пока вы наслаждаетесь видами болидов, коих в городе купить, ну, не судьба. Переварим информацию. Конечно, сумма доводки, озвученная чемпионом, плюс работа, заставляет задуматься о целесообразности приобретения таких агрегатов во Владивостоке. Тем более, что на продажу вряд ли привезут неушатанный агрегат. Ну, вспомним, что видали раньше. Но прямой аукционный доступ и полная объективная информация позволят вам это сделать. И опять, правда, ради заметим. Судьба спортивных авто яркая, но короткая. И даже на японских аукционах такие авто в 70% имеют серьезные повреждения. А теперь, включим, фактор справедливости. Там вам дадут полную информацию, где и что было заменено. На российском рынке, чтоб сказали честно, но гложет меня сомнения. Там крылья бамперы меняют. Здесь, я думаю, Владик не исключение, в рот берется паяльник и килограммы шпатлевки. А это уже проверено на собственном опыте. Так что в очередной раз вам время задуматься, а нам время отправиться в страну, откуда родом 70% приморских автомобилей. И вот так мы ездим вместе с ТМ и авто. Да, конечно, сложно. Да, тяжело, но можно. Почему такое случилось? Ну, потому что эта замечательная фирма смогла привезти автостоп в Японию. И вот Япония за моей спиной. И вот эта бутылка пива. Именно в моих руках. Сложно. Хотелось бы выпить побольше, но нельзя. Потому что нас ждет страна восходящего солнца. Япония. Таяма авто организовал эту поездку для того, чтобы людей правильно научить покупать японские автомобили. Рассказать всю правду, связанную с бизнесом автомобилей из Японии. И показать правильно, как это надо делать. Если вы хотите себе приобрести хороший автомобиль, как это надо непосредственно сделать. Вот, грубо говоря, стоянка японская по продаже автомобилей. И нашего дилера. То есть из этой всей стоянки на данный момент стоит три машины Таяма авто. Это Mazda Demia, Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser Prado. У каждой оценки 4,5 балла. У Toyota Corolla максимальная оценка кузова 5 баллов. Остальные же все машины идут с дефектами по кузову, либо с большими пробегами, которые мы вам сейчас покажем. Сразу предупредим, национального колорита в этой поездке вы не увидите. И вообще, западное побережье Японии, предназначенное на протяжении 500 лет для крайне недружественного приема гостей с запада, таким и осталось. А мы не за этим приехали. Для нас главным было узнать мнение специалиста, через руки которого попадают магнитки автомобилей от Таяма Авто. Прежде всего, я хотел бы сказать, что господин Черков – один из моих лучших представителей, потому что он всегда предпочитает лучшие машины. В большинстве случаев я продаю россиянам восстановленные автомобили с буквой «Р». Они не покупают реальные целые авто, как японские граждане, например. Здесь все зависит от количества баллов и пробега. И этим Черков отличается от остальных. Он всегда приобретает лучшие, с минимальным пробегом и в отличном состоянии. Вот, пожалуйста, это «Прада». Если вы поедете в Таяму, я крайне сомневаюсь, что вы найдете такой автомобиль с таким соотношением цена-качество. Но если вы даже и найдете, то это не будет машина с оценкой 5 или 4 балла. Это будет определенно восстановленный автомобиль с литерой «Р». И никто об этом не узнает. Если вы работаете с прекрасными автомобилями, то это хороший бизнес. Потому как такие машины позволяют поддерживать безупречную репутацию. Конечно, можно работать одноразово. Привез непонятно что. Сорвал деньги и пропал. Но надежный и проверенный бизнес гарантирует вам хорошее будущее. Для тех, кто до сих пор не верил, у нас есть последние аргументы и с комментариями специалиста. Ну вот сейчас мы просто идем по одной из японских стоянок. То есть, вот автомобиль. Мы вам не показываем избранные автомобили и биты. Мы показываем все подряд. Мы просто идем по стоянке и смотрим все, что тут есть. То есть, вот подходим. Toyota у нас Alex. То есть, вот они мельчайшие дефекты. Царапина на бампере. Вмятина на крыле. Вот от Toyota Probox. Все данные автомобили потом идут во Владивосток на ремонт китайцам. Так как они делают ремонт очень дешево. И после чего все это попадает на зеленый угол. Это является авторынком города Владивостока. Давайте пройдем дальше, посмотрим, что еще у нас тут есть. Вот стоит у нас Subaru Impreza Vagon. То есть, тоже, конечно, она же попадает под ремонт. Дальше Lancer Cedia. По кузову весь с царапиной. Салон в ужаснейшем состоянии. И пробег 200 тысяч километров. Вот. Сними салон. Это тоже делается, делается этому химчистка, мойка. И салон будет так новенький. Импульсивность и энергия Андрея Черкова вполне объяснима. Он ратует за честный бизнес. Да и мы тоже. Он неоднократно ездил в Японию. И получил эксклюзивный доступ на все крупнейшие аукционы. И этого нет у тех, кто лепит красивые вывески и печатает не менее красивые объявления. Ну а теперь отправимся в Мекку. Куда автостоп не пустили. Это священная территория аукционных торгов. Ну а поскольку господин Черков здесь свой среди своих, ему и камеру в руки. Насколько вы понимаете, конфиденциальность в таких местах является одним из главнейших правил. Поэтому, простив небольшую тряску кадра, заметим. И здесь подуставших машин хватает в избытке. И они в основном приобретаются за копейки для перепродажи российским умельцам. Хороший и дорогой товар, как правило, едет в Австралию, Сингапур, Англию или Новую Зеландию. И только в исключительных случаях, как с Таяма авто в магнитку. А вот это само место торгов. Отсюда поподробнее. Вы пришли в Таяма авто и решили поставить на понравившийся вам автомобиль определенную сумму. Дальше уже прямая работа Джимми. Вовремя нажать заветную кнопку, чтобы подсечь рыбешку. А затем уже пароходом отправить ее к вам. Я надеюсь данный видеоматериал вам уже доказал преимущество Таяма авто и факт прямого аукционного доступа. Мы же для себя докажем возможность и особенность перегона. И вот тут начинается совершенно другая история. Омраченная для одного из пассажиров теплохода Русь фактом отравления клофелином и чистки содержимого бумажника. И это тоже особенность перегона. Для себя и для вас мы открыли все прелести вот этой чудной поездки за автомобилями. Как-то странно получается. И вы это уже видели. Что машины, которые в Японии даже битые во Владивостоке, на автомобильном рынке приобретают какие-то странные такие, ну идеальные формы. В чем причина? Ответ я думаю вы найдете сами. Мы же с Таямой авто выбрали для себя другой способ общения с автомобильным рынком. Это покупка привык аукционных автомобилей. Благодаря нашему другу Джимми, который работает для вас магнитогорцы в Японии. А теперь нас ждет самое интересное. Путешествие по федеральной трассе Амур. Сейчас мы выезжаем из Владивостока. Стартовав во Владивостоке, мы для себя решили поскорее добраться до дома. И тут ваш ненаглядный совершил первую ошибку. Он перенадеялся на собственные силы. И недопонял, во что он ввязался. Отдельные амбициозные телевизионные проекты, взяв на прокат сверхмягкий и комфортный автомобиль, прокатились по ухоженным дорогам Европы. Они, конечно же, привезли интересный и познавательный материал. О том, как приятно там путешествовать. Но в нашем ВСЖ, в Хабаровске, например, нас ждал приятный момент общения с криминальным миром. Здорово! Здорово! А там не встречали грузовик такой здоровый с резиной? Не, не видел. На ванне ничего нету? Не, не, не видел. Это вообще здорово так. После многочисленной чистки в рядах служителей законов и наведения порядка на федеральной трассе, вот так попасться под пресс Хабаровских бомбил. Пресс, кстати, несказанно удивился возможностей засветиться в ФСБ. Куда мы это видео, разумеется, и отправим. Но в вашем арсенале путешественника-перегонщика вряд ли найдется профессиональный оператор и автор автостопа. Хотя, погодите. Ни автодром, ни акселератор, ни коррида. А счет там не бывали. Так, вперед, на федералку. Нас же в Биробиджане ждала операция «Аппликация». Итак, суть события. По дороге из Владивостока в Манитогорск вас ждет небольшой такой участок – грунтово-щебеночной дороги. И вам я крайне рекомендую, при желании, конечно, довести автомобиль в целостности и сохранности, облепить его либо обоями, либо лейкопластырем, чтобы избежать попадания камней и осколков. И вот здесь, как говорится, голь на выдумке хитра. Если вы успели, то, конечно, купите в уссурийске клеящиеся обои. Если же нет, то ждите открытия Биробиджанской аптеки. И после завтрака у знаменитого на все Приморье, Восточную, Центральную, Западную, Сибирь и Урал, кафе у Коляна, вас ждет двухчасовой молебен у вашего товара. Это неспешная и качественная, без зазоров, обклейка. Ну что же, ребята, это утро следующего дня, после погони в этой странной вещи под названием Хабаровск. И это пригород Биробиджана, небольшого города, очень похожего на Белорецк. А за моей спиной, ну, за моей спиной очень приятное заведение. Придорожное кафе у Коляна. Мы познакомились, и Коляна мне посоветовал приехать через год. Его кафе переместится чуть дальше. А в моих руках главный инструмент перегонщика. Знаете, что это такое? Да, это простой реликопластырь. Для чего он используется? Для того, чтобы защитить действенное покрытие свежепокрашенного во Владивостоке вашего автомобиля. Но автомобили, вот Таяма Авто, в этом не нуждаются. Потому что все 100% идут с железнодорожным транспортом. И вот она, федеральная трасса Амур. При въезде на которую меня отбросил назад. Я стал серьезно сомневаться в разумности данного предприятия. Дело в том, что вышеозвученный небольшой участок дороги, а-ля старая дорога на Белорецк, имеет протяженность 2000 километров. А зная, что от Магнитки до Москвы их всего 1700, грустно становится не по-детски. А грусть-тоску новосибирские гонщики развивают, устраивая показательные ралли-заезды, типа Париж-Дакар. Ибо состояние автомобиля, которое необходимо доставить на продажу, их не волнует. Там подкрасят, тут шаровые елинки пообстучат и запихнут, к примеру, магнитогорцам. Для тех же, кто не хочет тратиться на дальнейшую покраску, предстоит перспектива ехать вышеозвученные километры с максимальной скоростью в 60 километров в час. А в случаях с бутербродами, сэндвичами и жесткой сцепкой и еще меньше. И так, как всегда, автостоп за историческую справедливость. Вот здесь Владимиру Владимировичу торжественно обещали, точнее доказывали и разрезали ленточку о том, что трасса Москва-Владивосток построена. Ну, я знаю, что автостоп смотрят сотрудники ФСБ и эта информация будет наверняка донесена. Так вот, Владимир Владимирович, вас жестоко на... немножко обманули. Дело в том, что до окончания трассы еще очень и очень далеко. И все те машины, которые гонят из Владивостока в Москву, подвергаются мучительным пыткам. Но единственное, что нам понравилось, так это постоянная и стабильная работа сотовой связи. И именно за это строителям большое-большое спасибо. Дежавю бывают короткие, 15 секунд, но максимум минута. Этот дежавю в 2000 км пришлось смотреть и днем, и ночью, практически двое суток. Грохот подвески не может скрыть никакая шумоизоляция. На одном квадратном метре 10 кочек. Объезды с критическими углами подъема. Отдельные участки, по которым можно только ползком. Это может выдержать не каждый. При мне здоровые мужики с залпом выпивали стакан водки, окончательно замордовавшись от потрясающего автобана. Как здесь выживают автомобили японского производства, до сих пор для меня загадка. На эту трассу возвращаются только 10% здесь побывавших. Ну, скрипя зубы, можно проехать 200 км. Но 2000 км – это колоссальное испытание. По дорогам такого уровня проводить те же ралли – это грохоть спортболид в каку. Самоубийство, сумасшествие, факториал гипертрофированного российского идиотизма. И это еще слабо сказано. Конечно, спустя некоторое время и имея информацию, приходишь к выводу, что еще раз смог бы. Но богатыри не мы. Мы лучше, вздрогнув от кошмарного сна, типа еще 5000 км ехать, приедем в Таяму авто. Закажем гарантированно японо-аукционный автомобиль. И спокойно, и не напрягаясь, подождем. Зная, что ваше авто по кошмарикам трассы Амур ехать не будет. Вы, конечно, знаете, что существуют фильмы ужасов. Существует даже сериал ужасов. А существует трасса ужасов. Так вот, эта трасса ужасов, трасса Амур, здесь ужасов ровно на 1860 с небольшим километров. И последние ужасы, это те, которые мы только что снимали. Какие машины здесь ездят? Как ни странно, здесь нормально выживают только японские и американские автомобили. Но американские, это мощные фредлайнеры и японцы. То есть о надежности этой техники вы можете сами судить. Но на этой трассе ужасов вы не увидели и не увидите ни одной машины от Таяма авто. Хотя, в принципе, одна-то была, на которой мы ехали. Но, тем не менее, этот автомобиль с достоинством выдержал все. И от себя лично я добавлю. Если вы, конечно, хотите, вы можете купить билет на самолет до Владивостока. Сэкономить, типа, денежки. Приехать на Зеленую Горку, да? Взять там очень красивый автомобиль. Непонятно с какой историей. А потом, а потом вы почувствуете. Я это почувствовал, когда проехал 500 километров по этой федеральной трассе. Я почувствовал то, что я теряю самообладание. Я человек, который, ну, много чего повидал. Но я такого не видел, я вам честно скажу. Но, тем не менее, собрав волю в кулак, я скажу. Я сойдет! И вот так, этой трассе. Этот интернациональный жест заставил федералку аухнуться. А затем угостить нас еще тремя стами километров зубоавтодробилки. И узнать, что давление есть. И только на Байкале, глотнув таблеток, оно отпустило. Позволив насладиться красотой могучего озера. И омолем, свежим, байкальским. Но Иркутск, это только половина пути. Пусть и самое трудное. Дальше гораздо проще. А последние умопомрачительные участки, это границы Красноярского края, места бомбежки и места благодарности водителей, выведенные краской на знаке. Спасибо, Вова, за дорогу! Мы же поблагодарим организаторов. Фирму Таяма Авто. Которая открыла нам глаза и в полной мере продемонстрировала особенности перегона. Ну а выводы делать, конечно же, вам.